а не успел что значит не успел давай где возможность есть артём молчу уже знаешь молчишь давай я уже включил ну и кольцо катку себе привет можно ты дурачок конечно здорово друзья всем здорово нагибаторы сегодня у нас видеоролик приурочен к нашему мульту артем чека позвал просто чтоб пикнуться чтоб я забрал джаггера скатаем сегодня пару боев хотел бы приурочить этот видеоролик связанный с изоляции с этим ивентом который у нас сейчас появился в игре немножечко рассказать больше про него рассказать вообще свою точку зрения по этому поводу я неспроста зашел именно на данный аккаунт именно сегодня хочу на нем записать видеоролик потому что считаю что полноценно даже играя по часику в день на данном аккаунте в конечном итоге я смогу набить данные 100 тысяч очков почему же у меня все это дело получится да потому что я буду играть просто в джаггере я буду фармить грубо говоря за часик где-то пять может 7000 и если посчитать что эта акция будет длиться 20 дней то я думаю что полноценно мне хватит эти этого времени чтобы просто-напросто забрать дополнительные 10 дней према на тот самый аккаунт на котором в дальнейшем мне эти 10 дней према я думаю что очень даже пригодятся и возможно я сумею даже за счет этого премиум прокачать себе дополнительное вооружение как вы знаете мпк данного аккаунта ведется довольно таки успешно и довольно таки быстро уже по 15 шагов у меня прокачан хори шафта это значит что джаггернаут мой уже мк 7 с хорошей такой жесткий нагибаторской прокачечкой на таких званиях где мы пикаемся на джаггере у меня получается набивать довольно большое количество опыта соответственно и такая ивент акция можно так сказать да она очень выгодно с точки зрения того что я могу очень быстро и эффективно набивать большое количество очков также друзья я бы хотел в данном видеоролике узнать вашу точку зрения вообще что вы думаете по этому поводу что вы думаете по поводу этого супер задания как по мне это первое задание из новых миссий до которая реально ну достойно то есть если раньше там было 10 к опыта и 10 dd шик да но но это но это что за смех да когда делают 100 кассиков 10 дней према я считаю что это довольно таки достойная темочка что думаешь вообще от чем по этому поводу нормально тебе у как игроку который любит примочку формить халявную ты считаешь нормальная темочка не ну вот видите артемчик вообще в принципе доволен по этому поводу то что ну ты можешь халявный примочки просто формить по что он например на протяжении долгого времени просто открывал контейнеры чтобы выбивать эту прямку не не было там возможности как у меня до имеет большое количество приемки поэтому он и каждый какой-то ивент, чтобы там перед, например, двойными фондами он постоянно себе выбивал эту премочку из контейнеров. Поэтому, когда делают такую акцию, когда он может формануть 10 халявных дней, то это, в принципе, выглядит довольно неплохо. Конечно, там еще с этой акции появились спецпаки там за донат, которые, типа, офигенно там скидовы, типа, можно нормально там формануть. На самом деле, там все ерунда, брехня, и просто кто-то хочет немножко навариться. Но об этом я, как бы, говорить сегодня даже и не собирался, потому что, ну, вы сами понимаете, мое отношение к донату, к тому, что я вообще, ну, не любитель вот этого всего еще и про это рассказывать. Ну, это не моя тема. А исключительно вот про это задание, про то, как оно может быть выполнено, и, к слову, вам тоже на заметочку, я считаю, что самые выгодные режимы для набивания данного задания являются это контроль точек и джиггернаут. На любых званиях, просто на любых. На мультах может быть даже потяжелее набивать в контроле точек. Но вот, что касаемо основы, вчера вот на стриме у меня в контроле точек прям вообще жестко залетало, и очень хорошо там все дело набивалось. В джиггере тоже можно хорошо набивать, но в джиггере не так жестко пикает на самого джиггера. У меня лично, да, то есть у вас может быть даже еще в этом плане еще и хуже, чем у меня. Поэтому контроль точек вот оптимально очень хороший режим, и там спокойнейшим образом можно формить довольно-таки неплохое количество опыта, соответственно, быстро выполнять это задание. Ну и 10 дней према, я считаю, что ни для кого не будут лишними. При том раскладе то, что каждый день вы получаете по две с половиной тысячи кристаллов, ну и плюс там расходки, я не помню, поскольку там по 10, по 15, по 20, я не помню, короче, сколько, но расходка тоже там добавляется, значит, что вы дополнительно можете неплохо так подформить. Что касаемо данной катки, как вы видите, уже 700-очку я набил, но по сути мне кажется, что на данном аккаунте полноценно каждый бой можно вот ближе к тысяче набивать, и тогда у меня получится вот реально за минимальное количество боев выполнить данную заданку. Я думаю, что и на стримах я буду в дальнейшем поигрывать на данном аккаунте, и соответственно он как-то будет тоже расти, чуть прокачиваться. Это акция, думаю, что способствует прокачке данного аккаунта, и в дальнейшем после того, как мы уже докачаем нашего Хорната Шафта до МК-8, до МК-4, да, то я уже начну прокачивать резисты, потому что с резистами здесь беда, бедейшая, просто ужасная беда, и, конечно же, еще прикуплю себе дрончик-защитничка, начну тоже защитника потихо прокачивать, то есть я думаю, что если вам нравится данный аккаунт, если вы хотите видеть больше вообще видосов по этому аккаунту, если вы проявите свою активность, то я думаю, что я буду почаще записывать видосы на этом акке, почаще буду рассказывать про него, показывать что у нас вообще ведется по прокачке, потому что он все-таки приурочен к одному вооружению к Хори Шафту, ну, вернее, вообще по сути к Шафту, вернее, корпуса как бы могут меняться, но, как вы знаете, я любитель Хорька, и поэтому для меня все останавливается именно исключительно на одном корпусе. 975 опыта, 52 килла, ну, в принципе, неплохо, достойно, почти тысячоночку я свою выбил, при том, что там даже были маршалы. Пати я выбрал, ну, специально, чтобы просто взять и забирать джаггера, потому что если я буду пикаться соло, зачастую бывают такие моменты, что я не могу забрать, поэтому попросил Артемчика, дабы он тоже запикался со мной, дабы я своего джаггернаута стабильненько забирал. Что касаемо вопросов, почему я так часто забираю джаггернаута, очень многие спрашивают, говорят, как, как ты это делаешь, да у тебя читы какие-то на джаггер, здесь все просто, друзья, хорошая скорость интернета, хороший пинг, ну и плюс характеристика компьютера довольно-таки неплохие, за счет этого, если все это дело сложить, получается так, что вы очень быстро прогружаетесь в бой, а, соответственно, в джаггернауте кто быстрее прогружается, тот самого этого джаггера и получает, первый прогрузившийся, поэтому здесь как бы нет ничего сверхсекретного, нет ничего сверхудивительного. Ну и тут уже катка немножко пожестче, закинула тут полковников, каких-то майоров, ну посмотрим, сколько здесь у меня получится набить, я думаю, что в принципе даже на таком, на таком, на такой карте, с такими званиями у меня получится набить довольно небольшие, неплохое и большое количество опыта. Если первая катка была 975, то может здесь, ну, шестьсоточку, какую мне удастся выбить и будет в этом плане все довольно-таки, довольно-таки замечательно. Пока что поиграем немножко по сейвове, минутка уже прошла, просто джаггер там стоит в углу, если я сейчас начну его пушить, боюсь, что я просто на него напарюсь, но полноценно сливаться в начале катки с джаггером, ну, это как-то будет прискорбно с моей точки зрения. Понятное дело, что такая игра, которую я прямо сейчас показываю, более сейвовую, она, ну, не совсем интересно, не совсем динамично, но с точки зрения эффективности набора опыта, с точки зрения эффективности уничтожения противника, то здесь все довольно эффективно работает. Я вот, честно говоря, только не понимаю, почему там джаггер стоит в этом углу, потому что он не фармит ничего. То есть он, наверное, сидит и ждет... А, у него не было овера. А, тогда ладно, тогда можно его задавить, в принципе. Давай, Чемка, пошли, 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 задавим. Пошли на пневму. У него нет овера. О, а, он уже слился, я понял. Ну, тут еще дикие всякие, знаете, уже как бы на таких званиях бывают появляются такие неплохие нагибаторы, прокаченные, да, но что касаемо их скилла, то со скиллом у них, конечно, есть определенные проблемки. Здесь уже и бомбочки мне пытаются поставить. Ну, ладно, давайте, я думаю, что вот здесь вот закрепимся, постоим. 1-0 уже имеется. Попробуем сейчас еще Джагера свести. Может быть, получится? А, не повезлетела. Ну ладно. Здесь плюс... Ой-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Чуть на жирного не напоролся. Хорошо, что у него овер долго срабатывало. Сейчас немножко отключусь. У нас здесь, что-то... Не совсем все приятно. Еще и там Вика Гаусс. МК 7-й, уфига себе. Чи-то, ну, каком званием? МК 7-й Гаусс. Вика Гаусс, сфига себе жесткий типы тут играет на таких званиях. Я думал, тут вообще нет таких жестких типов. Вика Гаусса какие-то. Еще играет вроде как неплохо. Двигается, я имею ввиду, по карте довольно-таки правильно. А может у него не МК-7? Хотя нет, вроде как. Иван Шоча, значит, скорее всего МК-7. Еще и ХП у меня оставалось мало. Ну, давайте поаккуратней, поаккуратнейся. Поиграем. Что я не хочу особо рисковать. 4 минуты еще до конца. Довольно много времени. Ну и плюс какие-то тоже типы на давлении каком-то жестком играют. Ну, дабы меня особо не фокусили. Я думаю, что можно здесь поиграть чуть-чуть поаккуратней, чуть-чуть по сейвове, чуть-чуть повнимательнее посмотреть на все эти моментики. Ну и сейчас, когда уже будет ближе к овердрайву, если ХП у меня будет достаточно, то я думаю, что можно будет немножечко-немножечко надавить на вот этот левый фланг. И там уже от него полноценно отыграть. Васпиков много против. Это, соответственно, дает мне шанс фармить халявный такой неплохой быстрый опыт. Ну и где-то здесь сейвился челик. А, да, вот он. И это гаус. Обкручивает. Он, походу, овер ждет, я так понял. Ждет овер, чтобы меня потом нагнуть, я не знаю, чем-то. Что за нагибаторский типочек? Ну, такие вот типки появляются все-таки на таких званиях. Давай сказать спасибо Ореху за его очень хорошее и замечательное обновление. Ну, ладно, давайте чуть-чуть. А, ясно. Не откинул я деггера. А, вот, вот. Он его уже овер прожал. Ну, мы его пор, короче, прижмемся. Да, бы он овердрайв свой просрал в пустую. Понятное дело. Ну, там было все видно, как бы, когда он уже поднимался, когда он ехал, что у него есть овер. А, сейчас я вот, кстати, могу заиграться. Пожалуй, давайте я откачусь. Да, у меня сейчас не прилетела какая-то такая шальная пуля, которую я потом просто отличаю на респ. Еще и деггера можно здесь забрать. А мамот прожимает просто овер. Понятное дело. Так, по хп беда. По хп беда. По хп беда. У меня 75%. Полноценно, наверное, это нормально все. Наверное, даже можно чуть-чуть и по... Ох, нет. Поагрессировать не надо было, если честно, если бы... Там у этой арты было бы чуть-чуть побольше дэмэж, то я мог даже уйти на респ. Полноценно, мне немножко даже повезло, наверное, в этом плане. Я попытаюсь сейчас... О, мне даже дико раздал овердрайв. 50% добавил. Попытаюсь сейчас все-таки сделать максимум. Еще 2 минутки есть. 640. Если прошлая катка была 950. Я сказал в начале боя, что здесь где-то около 600 я набью. Потому что я посмотрел название. Но, похоже, здесь можно даже тоже попробовать. А, пищенку выбить. У меня... Помешало мне. Артан гибаторская. Даже мамонт воншотится. Хотя, потенциально, наверное, этот мамонт не должен шотиться. Должно быть... Где-то, 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 где-то 100 хп мне не должно хватать. Хотя, а, он М2. У меня там до 3к хп. Да-да-да. Тогда, может быть, получается. У Артемчика фраг стерил. Артемчик сейчас будет говорить, что я крыса. Ну ладно, ничего страшного. Все-таки это Артемчик. Потому что он будет... Сильно гореть на меня. Ох ты там! Просто в минусе, что ты добрый вечер. Добрый вечер, молодой человек. Добрый вечерочек. 5-0. И еще времени, в принципе, хватает здесь достаточно. Ой-ой-ой. У меня беда, походу. У меня беда, походу. У меня овера нет. У меня овера нет. У меня в упоре джаггер. Попробую, конечно, перекрутить его как-то. Ладно, откатываюсь. Дабы не слиться. Надеюсь, что я убегу. Да. На один выстрел просто убежал. Вижель, ара, вижель. Все хорошо. По гаусу сейчас бы. А, у меня нет прострела. Надо, я не буду рисковать. 30 сек. 850-очка. Если бы я, конечно, не напарывался бы на этих джаггеров, то я думаю, что здесь полноценно можно было бы и больше тысячи дать. Чуть не фортануло. Чуть не повезло. Поэтому так вот все сложилось. Не совсем приятно. Не совсем замечательно. Но еще плюс фраг. Меня нарез понесли. Но это уже так. Я уже немножко рискнул. Понимая, что уже катка к концу подходит. 900-очка и 975. То есть полноценно в джаггернауте, даже с такими большими званиями. То есть вы понимаете, что если меня бы бросало бы сейчас на данном аккаунте к званиям поменьше, да, то есть к пятым там воронтам, к лейтенантам, то я мог бы там и полторашку дать. Вы понимаете, насколько быстро и эффективно я смогу выполнить данную особую большую миссию. Держать вообще вас в курсе всех событий. Я думаю, что это не последний видос. Если вам вообще нравится данный аккаунт, если я увижу эту самую активность, то я думаю, что я буду записывать даже может быть с HTML. Показывать вам, как у меня вообще идут успехи. Ну и плюс, если вы смотрите стримы, я буду заходить на этот аккаунт, я буду играть, я буду набивать полноценный этот опыт. Ну и, к слову, здесь, кстати, дозвания тоже очень мало осталось. Сколько у нас? 6000 дозванки. Тоже совсем скоро звание поднимется. Это значит, что я тоже уже начну покупать новый дрончик. Потому что защитник открывается именно с капитанчика. Я куплю дрон, начну прокачивать, ну и аккаунт уже заживет новой определенной жизнью. Как-то так, друзья. Если вам понравился данный видеоролик, как я уже сказал, не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и если, давайте, наберется 150 лайков, то спокойнейшим образом, довольно быстро выйдет новый видеоролик по данному интересному аккаунту. Ну а с вами был Мистер Иваников. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok